Добрый день, друзья! С вами я, Екатерина Романенко. Спасибо, что зашли на наш канал «Переезд в Краснодар и в Краснодарский край». Спасибо, что смотрите. Прошу вас, обязательно подпишитесь, если еще не подписались. Каждый день для вас выходят новые видеообзоры по нашему необъятному Краснодарскому краю и городу Краснодару. Но для вас мы работаем в радиусе 60-70, а иногда уже и 130 километров от города Краснодара. Поэтому, если вы решили переехать к нам и купить дом или квартиру, уверена, мы вам обязательно поможем и найдем именно дом или квартиру, которая подойдет именно вам. А где же мы сегодня с вами находимся, сейчас расскажу. Мы в поселке городского типа Афибский. Это в 17 километрах от центра города Краснодара в Северском районе. Будем смотреть дом. Какой, расскажу чуть позже. Пойдемте, зайдем на участок. Сегодня сильный ветер. Ну что, попали мы с вами на придомовую территорию. Смотрим земельный участок 6,6 сотки на значении ИЖС. Мы прямо в самом поселке городского типа Афибский находимся. Дом со всеми центральными коммуникациями. Будет газ, свет, вода. Дом 90 квадратных метров. Давайте, как обычно, начнем с придомовой территории. Ширина фасада здесь у нас 20 метров. Забор, частично кирпичные столбы, частично профлист на металлическом каркасе. Распашные ворота для заезда под машину. Бетонированная площадка. Две машины, ну даже три, я бы сказала, могут зайти сюда свободно. С правой стороны расположилась калитка. Ну и, соответственно, сразу из калиточки по ступенькам попадаем в дом. Давайте обойдем. Обойдем дом, посмотрим участок. Ну, поскольку дом новой постройки, дом с ремонтом, да, участок еще не обрабатывался. Поэтому вот такую площадь, мы сейчас, какую площадь, да, мы можем здесь себе взглядом оценить для эксплуатации, для будущего. Вот, пожалуйста, так выглядят 6,6 сотки, ну практически 7. Для бани места хватит, для сада места хватит, беседку поставить также можно, да, ну и, соответственно, разработать свой земельный участок. Дом, который сегодня смотрим, у нас 2023 года постройки. Еще раз 90 квадратных метров, 6,6 соток земли на значении ЖЭС. Дом у нас внутри керамзитоблок, сверху облицован кирпичом. Дом на свайно-ленточном фундаменте. Плита, все, как обычно, положено имеется. Крыша накрыта металлочерепицей, фронтонный подшит и сделана система водостока. Коммуникацию дома, друзья, все центральные. Газ, свет, вода, канализация, септик, септик переливной на 6 кубов. В доме сделан современный хороший ремонт, хорошая планировка. Давайте будем заходить, осматриваться изнутри. Стоимость объекта составляет 9 миллионов 700. Пойдемте в дом. Итак, в дом мы с вами зашли. Ветер сегодня на улице, поэтому не стала рассказывать про структуру и по местонахождению в поселке. Пока будем смотреть дом, потихоньку расскажу и об этом тоже. На входе у нас прихожая. Прихожая 4 квадратных метра. Понятно здесь, как обувница, зеркало уже имеется. И вот сюда шкафа дополнительно не нужны, потому что здесь у нас площадь выгорожена специально под гардеробную. Площадь ее, друзья, составляет почти 3 квадратных метра. Плитка под ламинат лежит на полости, она оклеена обоями, потолки везде натяжные и матовые. И выведены электрика под светильники. Далее разулись-разделись и идем в дом. Интересная всегда такая планировка выигрышная. Знаю, что многим нравится вот это вот открытое пространство open space. Кухня-гостиная. Площадь ее составляет 28 квадратных метров. По ремонту, опять же, керамогранит на полу. Тут вот эта метровая увеличенная плитка, очень красивая под мрамор. Стены оклеены обоями, потолок натяжной матовой. Здесь же установлены коммуникации. Ну, многим хозяйкам не сильно нравится эта история, но здесь все уголочки, очень аккуратно. Теплый пол, газовый котел, который работает на отопление, на горячую воду. Да, все это здесь у нас в наличии. Также обращу внимание на увеличенный стеклопакет. Вот с этими внутренними перемычками тоже смотрится очень хорошо. Ну, и кухонный гарнитур должен стать, вот, пожалуйста, можно во всю стенку сюда, можно за воротом вот сюда. Телевизионная зона предусмотрена на правую руку от меня. Ну, в целом, дальше пошли жилые комнаты. Вот такую площадь открытую всегда получается создать за счет отсутствия вот этой стены коридора. Если кому-то хочется изолировать комнаты и помещения от кухни-гостиной, ну, друзья мои, тогда вот сюда одну стеночку или полстены, да, ну, собственно говоря, все, получается изолированный коридор, и комнаты дальше уже не будут соприкасаться никак с площадью гостиной. Но в целом вот это вот помещение создает прямо дополнительный простор. Давайте будем смотреть первую жилую комнату. С правой стороны она расположилась. 12,3 площадь ее составляет. Ламинат лежит на полу, стены оклеены обойми, натяжной матовый потолок. В целом ремонт по всем комнатам одинаковый. Не буду каждый раз проговаривать, только площади. Да, вам проговорю. А так лучше расскажу про сам поселок Афибский, где мы территориально находимся относительно, ну, относительно центра станицы. Так, идем в следующую комнату. Давайте запущу вас смотреть и буду рассказывать. Данная комната у нас 12 квадратных метров составляет. Сейчас мы находимся близко к центру. Здесь у нас ближайшая школа, детский садик, порядка 15 минут ходьбы. Также поликлиника рядышком, тоже 15 минут. Магазины ближайшие. Ну, все в этом же километраже. Что касается самого поселка городского типа Афибский. Ближайшее окружение города Краснодара. В 17 километров от его центра. Все здесь под руками, скажем так, да, как инфраструктура и в городе. Здесь у нас три школы, пять детских садов, детская поликлиника, взрослая поликлиника. Есть музыкальная школа, МФЦ, всевозможные сетевые магазины, дом культуры, кинотеатр и даже детский бассейн. Ну, в целом, с инфраструктурой здесь все в порядке. Комнату мы с вами, которую смотрим по площади побольше. Почти 15 квадратных метров, 14,9. Да, я вам пока продолжаю про инфраструктуру. Небольшой такой недочет, скажем так, ну, или особенность есть у поселка городского типа Афибский. Это наличие железнодорожного переезда. Но в целом, как-то все к нему, вот Южный, Афибский, да, вот эта тема с переездом. Но в целом все как-то к нему приспосабливаются, потому что близость к Краснодару и в то же время близость к горам, да, там, в сторону моря. Отсюда, конечно, гораздо поближе. Ну, и сейчас у нас вот эту трассу Новороссийск прям хорошо отремонтировали, расширили. Ездить одно удовольствие. Так, мы переходим тем временем к осмотру санузла. Ну, тут прямо полноценная отдельная комната, друзья мои. 10,9, почти 11 квадратных метров. Площадь его составляет. Санузел здесь предусмотрен совместный. На полу лежит плитка, да, хорошая, дорогая. Стены тоже под керамогранит, тоже плиткой хорошей устелена все. Натяжные потолки, выводы сделаны под сантехнику. Но вот мы же хотим, чтобы в хороших домах, в больших площади был всегда раздельный санузел. Что я здесь для себя насмотрела? Смотрите, вот этот аппендикс, скажем так, заворот коридора. Вот либо шкаф гардеробный, что-то сюда просится, да, вот с дверями купе и вот такой шкаф. Либо просится сюда раздельный санузел. Вот у меня он прямо просится, что значит сюда раздельный санузел. Стенка, дверь, в потолок и поскольку ванна, да, коммуникация, канализация, все вот здесь, ну, возможно, как-то строители это могут придумать. Но вот почему-то мне так привиделось, что вот здесь бы хотелось раздельный санузел, если вдруг кому-то он нужен. А так у нас площадь санузла 10,3 квадратных метра. Ремонт в доме сделан весь таких в единых, спокойных тонах. Я думаю, что многим он понравится, потому что, ну, такое вот все заедино, все спокойно, в таких вот светло-бежевых тонах. Выглядит, конечно, классно. Какие-то цветовые, световые акценты уже на шторы, на мебель. И дом будет смотреться на 10+. Для тех, кто внимательно обратил внимание, вот здесь у нас ласт на крыше предусмотрен для эксплуатации. Кровля, да, лестинка еще, да, это все дело закрыть. Ну, и в целом, завершающая картинка такая у нас по дому будет. Напомню, что находимся мы сегодня с вами в поселке городского типа Афибский. И смотрим дом по стоимости 9 миллионов 700. Весь дом мы с вами осмотрели, и земельный участок тоже. Поэтому, кому подходит такой вот просторный, уютный, светлый дом с первым заселением, знаю точно, для многих это важно. Та дайте дом, в котором еще никто не жил. Дом со всеми центральными коммуникациями в 17 километрах от центра города Краснодара. Пишите, звоните, с удовольствием вам покажем, расскажем. Вы уже на месте тут совсем определитесь, подойдет ли это, думаю, именно вам. Не забывайте подписаться на наш канал. Не забывайте поставить уведомления, если еще не подписались. Потому что смотрим, да, очень много смотрящих тех, кто не подписаны. Пожалуйста, подпишитесь. Буду очень вам за это благодарна. С вами я, Екатерина Романенко, Центр недвижимости «Компромисс». Компромисс.